Здравствуйте всем! Приготовим суп из кумбрии. Не из какой-нибудь консервы, а из натуральной рыбки. Рыбу в магазине покупаю всегда, когда увижу хорошую тушку. Приношу домой, кладу в морозилку и в любое время, когда нам захочется, я могу приготовить такой суп. Вечером перекладываю ее из морозилки в холодильник. К утру она слегка оттает. Ее можно легко разделать и порезать на тоненькие кусочки, которые удобно есть в супе. Из головы удаляю жабры и буду тоже ее варить для большего навара. Рыбу опускаю в холодную воду, так будет более насыщенный вкус у бульона. Если вы готовите рыбу для вторых блюд, то опускайте ее в горячую воду. Тогда у скумбрии будет более насыщенный вкус, а у бульона нет. Добавляю половинку репчатого лука вместе с шелухой. Она тоже очень полезная для нас и придаст приятный цвет бульону. И сразу опускаю картофель. Пену с бульона я снимаю обычной ложкой, без дырок. Так бульон становится намного чище. Но если я вылью при этом небольшое количество воды, то я об этом не переживаю. После снятия накипи добавляем 1 столовую ложку любой крупы. Подготовим овощи. Обжарим морковь и лук. Первую на сковородку я опускаю морковь. Масло от этого становится желтее и бульон становится красивее. Чуть-чуть добавляю воды, чтобы овощи не сильно зажарились, а слегка протушились. В любой зажарке овощи всегда солю, чтобы они тоже имели вкус. 15-20 минут, смотря какой толщины вы нарежете кусочки. И рыба готова. Вытаскиваем вареный лук и кусочки рыбы. Для усиления вкуса в суп нужно добавить какую-то кислоту. Я добавляю помидоры, которые консервировала летом. Таким способом я закрываю те плоды, которые не подходят для консервирования их целиком. Это очень легкий способ. Здесь не нужны консерванты. И поэтому помидоры почти не меняют свой вкус. По ссылке под видео вы можете посмотреть этот способ. А если нет помидоров, то при подаче в тарелочку положите ломтик лимона. Выкладываем зажарку, посолим по вкусу. И добавляем зелень. Зимой я добавляю сушеную зелень. В уху я люблю добавлять только укроп и лавровый лист. Накрываем крышкой, пусть пока закипает. За это время удалим косточки у скумбрии. Отправляем кусочки рыбы опять в бульон. И пусть все это покипит 5-10 минут, чтобы уха наша не прокисла после того, как мы добавили туда уже остывшее мясо. И еще я стараюсь в каждое блюдо добавлять бархатцы, которые собираю летом на даче. Помимо того, что они придадут золотистый оттенок бульону и послужат ароматной приправой, в них очень много полезных витаминов и микроэлементов. А чай из бархатцев хорошая профилактика для многих болезней. Накрываем крышкой, еще немного проварим и суп готов. Приготовить можно быстро, а получается вкусно. Всем приятного аппетита и крепкого здоровья!